Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, и это мы, пожалуй, новое новенькое видео по игре PMNG Drive. Короче, сегодня у нас будет очень интересный ролик. Все вы наверняка знаете про такую интересную трехколесную машинку. Давайте я вам ее сейчас покажу, в бибке она есть. В общем-то, короче, задание состоит в том, что на вот этой замечательной трехколесной машинке нам с вами нужно проехать по этому коридору. И в конце тоннеля, так скажем, да, у нас вторая контрольная точка, и до нее нам надо доехать. Но весь прикол в том, что мы по ширине совпадаем с грузовиком, который идет нам навстречу, и все, это смерть. Вся фишка в том, что чуть-чуть дальше находится карман, в который надо залезть, не разбить машину, выехать и доехать до конца. Я думаю, это будет очень интересная затея, ребята, поэтому давайте сразу заранее всем приятного просмотра. Не забывайте поставить лайк на это видео и обязательно, ребята, подписаться на канал. Все, погнали. Я не знаю, сколько попыток у меня на самом деле на это уйдет. Еще плюс ко всему это все на руле, это такое немножко вялое, ватное, непонятное. Тут еще главный прикол в том, чтобы самому не разбиться. Так, опа. И что, и все, что ли? Задание пройдено? Да ладно? Да ну, блин. Ну, капец. Вы что, серьезно, что ли? Настолько легко? И что? Все? Фу, ептать. Я думал, что что-то интересное будет. Еще и на золото ее прошел. Ни хрена себе. Вот это да. Короче, ребята, давайте тогда посмотрим другие сценарии. Вот так вот прям в прямом эфире. Давайте что-нибудь еще интересное выберем. Потому что я думал, что это будет нечто тоже какое-то интересное. Не знаю. А тут что-то как-то вроде все, что ли, что ли, что-то как-то совсем мне не нравится. Ладно, давайте попробуем посмотреть, что за электромобиль. Тут есть же аналог типа Теслы здесь. Давайте посмотрим, что это за задание такое. Назову эту серию, не знаю. Просто прохожу сценарии там, да, до первого победного. Прошел или прошел? Прошел, прошел. Красавчика. То есть у нас в последнее время что-то сценарии какие-то херовые, откровенно говоря, выходят. Нет, сценарии сами нормальные. Просто я с кривыми руками. Я не могу то, блин, вовремя приехать, то наоборот груз разбиваю. И вообще получается, короче, что попало. Так. Так, так, так. Нам надо доехать до точки. И как я понимаю, у нас разряжены батареи. Но здесь что-то прям все так подвисает ужасно. Да, с тормозишками, конечно, в этой машинке еще те проблемки. Так, здесь нам надо направо. Не, ну салон сделал неплохо. Не, ну ту ли-то она нормально, ребята. Прямо она хорошо едет. Забываем, что нам машинку нельзя бить. Так, а сюда же нам, да? Почему-то я подумал, что нам надо потом будет направо уходить. Так, аккуратно проезжаем. Нифига, она просто подрывает. Только чуть-чуть нажимаешь газ. Все, она уходит в космос просто. У нас 15 кпшек здесь. Воу! Стабилизация, хорошо. Спасибо, я тебя услышал. Не, стабилизация, конечно, здесь вещь хорошая, ребята. Ух ты, как она вытягивает прям, а? Это вообще законно иметь такое ускорение? Так, я, наверное, не туда поехал. У меня почему-то такое ощущение, что я еду не туда. Здесь навигатор, кстати, рабочий, нихера себе. А, все. У нас батарея села. Она не едет никуда. Все, ребят. И что, накатом, типа, доехать надо? Или что, я не могу понять? У нас все, у нас батарея севшая. Она не едет никуда. То есть, вот что бы ты ни нажимал, все, она не едет просто-напросто никуда. Или она подзаряжается каждый раз от контрольной точки, что ли? Я не пойму. Нет, все. И что? Ну вот она назад катится у меня. Что, я опять ничего не прошел, что ли? Да, все, у меня батарея села. Хм, интересно. То есть, я, наверное, заправку где-то прошляпил, что ли? Я не понял. Короче, как я понял, надо ехать пипец как медленно. То есть, вообще постараться не ускоряться, что ли? Типа, вообще накатом идти? Да ну, это же скучно. Типа, то, что я наваливал, и поэтому у меня батарейка села, как я понимаю. Здесь как-то, что, надо, типа, спокойненько ехать, что ли? Ну-ка. Ну, давайте не больше, там, не знаю, 30-40, а мы поедем, наверное, тогда с вами. Прям совсем-совсем-совсем аккуратненько тогда будем ехать. Не, ну, зато у нас будет время рассмотреть машину. То есть, внутри она прям, ребята, реально круто сделана. Вы посмотрите, все проработано. Мне больше всего прикалывает диджитал приборы вот эти, да? Там у нас показывается динамика, кстати, расхода. Да ладно, серьезно? Смотрите, у нас вон там батареечка, типа, 5%. Вот, в зависимости от того, как я там нажимаю на педаль газа, она у нас показывает расходы, есть сейчас киловатты драгоценные или нет. У нас сейчас пути на 32 километра. Вот это интересненько. Вот это да. Вот это я совсем не ожидал в начале видео от такого. Я думал, что мы сейчас как, ааа, давай на все бабки, короче, и погнал. Так, ну здесь, я думаю, с горы мы просто накатом идем. Интересно, она энергию рекуперирует или нет? О, да, реально! Офигеть! Настолько все это здесь продумано, что ли? Смотри, 999 километров у меня сейчас запас хода. Она просто ходом идет и катится потихонечку. Все, и большего типа не надо. И полочка расхода у нее просто ровнюхонькая вообще. Она сама по себе вот катится. Короче, если только прям совсем-совсем куда-то в горку заезжать, тогда мы будем на педаль газа нажимать. И то еле-еле-еле ее прям надо касаться. Прям совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Я вообще еле-еле-еле газ касаюсь. Вот это нихера себе. Казалось бы, бимка, да? То есть просто бери и разбивай тачки, как мне писали в комментариях. Типа, ты неправильно в эту игру играешь. Тут надо машины разбивать. Так вот, ребят, смотрите сами, какие здесь сценарии есть. Тут прям надо реально ехать и экономить заряд. Я бы никогда не подумал. Я еду, еду, поливаю. Думаю, ну не так она быстро сядет-то. Надо боссаться. Все, едем дальше. Вот она так и показывает, что у меня 5%. То есть у меня зарядка не уходит, что ли, или что? Я не могу понять. Иду пока накатом. То есть газа вообще еле-еле-еле дотрагиваюсь. Просто я вижу, что она там на 2-3 километра прибавляет. Все. Скорости. Ой, у нас там на 7 километров пробега. Ёпта. Еле, да, ребята. Еле-еле-еле. Вообще. О, 4%. Слушай, ну неплохо. На 8 чекпоинтов у нас 4... Ну, 1% топлива только. Или электроэнергии ушел, так скажем. Топлива. И навигация, смотри, справа работает. И контрольная лампа говорит о том, что у нас батарейка садится. И вообще там, ну, все работает. Я в шоке. Это Бимка, пацаны. Это Бимка. Кстати, Бимка использует звуковую библиотеку F-Mod. Которая будет в Евротраке. Совсем скоро. Так, ну мы заехали в город. Вот здесь, я думаю, мы сейчас подрочимся вообще нормально. Текущий расход 22 киловатта. До хера. Откровенно говоря. Так, тут нам направо. А здесь куда? Здесь налево. На зарядную станцию едем. Зачем такими хитро выдолбанными дорогами ездить? G-27 мой, конечно, херевая. Это уровень вибрации, который испытывает. А, ну и все, что ли? А, натуре, зарядка стоит, смотри. Ха-ха-ха, офигеть. Слушай, оно будет работать, нет? Смотри, я же, типа, во фрируме. У меня, значит, топливо будет, типа, по идее, кончаться. Так? Я могу как-то заправиться или нет? Ребят, вот мне вот это сейчас прям что-то стало интересно. И сразу, как только газ в паласт нажал, все, 3% моментально стало. Блядь, походу я что-то там разбил. А как, допустим, заправляться? Где у нее этот самый шланг? Вставлять. Или здесь не реализована такая система пока что? Еще в бимке, чтобы, типа, заправки тут какие-то были и прочее. Ну да, ребята, слушайте, я прям в шоке, правда. То есть я вообще изначально рассчитывал то, что это видео у нас будет рассчитано там исключительно на угар, какую-то трэш и садамию, но... Эта игра еще и учит тебя ездить на электромобиле, у которого вот-вот кончится батарейкой. Там вот буквально просто на тоненького мы с вами... ...проехали. Офигеть. Я вот каждый раз бимку как запускаю, я реально удивляюсь от нее, ребята. Я в шоке. Ребят, на этом все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте подписываться на группу канала. Ссылка будет в описании. Ну и заодно по пути подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Все, ребята, пока-пока. Увидимся. Блин, офигеть на самом деле. Я вообще в шоке. Как так? Блин, офигеть на самом деле.